В современном мире китайцы стремятся сделать нашу жизнь комфортнее за небольшие деньги. В данном видео мы рассмотрим одни из распространенных походных предметов. Первым номером в нашем списке идет гамак с Алиэкспресс, который вы уже могли видеть в предыдущих видео. В его комплект входят скропы для крепления на дерево непосредственно самого гамака. Сам гамак в компактно упакован мешочек, который в последующем служит кармашком на нем. Полотно гамака элементарно крепится к петлям за счет карабинов в считанные секунды. Также в комплект входят два длинных шнура, за счет которых крепится москитная сетка. По длине всего гамака есть небольшие петельки, которые продеваются вначале одна, затем другая веревка. Установка гамака занимает не более пяти минут, а его вес составляет 650 грамм. Поэтому его очень удобно брать как в пешие походы, так и просто на семейный отдых на природе. Гамак даст возможность отдохнуть прямо на свежем воздухе, любуясь красивым пейзажем. А москитная секта надежно защитит ваш отдых от вредных насекомых. Также в нем очень удобно расположены небольшие кармашки для подручных вещей. По данным производителей, гамак выдерживает до 300 килограмм, но мы проверяли его прочность лишь наполовину. Взять любой брусок, вы сможете сами отрегулировать высоту и натяжение гамака. Под номером 2 в нашем списке идет такая же знакомая вам, как и гамак печка-щепочница. Не буду говорить, что она очень хорошего качества, так как металл очень тонкий и погнулся от жара после первого же использования. Но функции она свои вполне выполняет. Самое большое ее преимущество в компактности и в том, что для приготовления еды на ней расходуется совсем небольшое количество дров. Третьим номером идет складной комплект посуды с Алиэкспресс. В состав комплекта входит миниатюрный чайник на 650 миллилитров, кастрюля на 1 литр и сковорода на пол-литра. А крышка подходит как для кастрюли, так и для сковороды. Особенностью данной посуды являются пластмассовые складные ручки, поэтому готовить в нее лучше всего на газовой горелке или, как мы, на печке-щепочнице. После того, как вода закипела, можно с радостью насладиться ароматным травяным чаем. Далее приступаем к основному блюду на сковороде. Как только рис доведен до полуготовности, добавляем туда тушенку и обжариваем на небольшом огне. Отмывается снаружи посуда не так легко, как хотелось бы, но внутри ничего не пригорело. И это большой плюс. Четвертый номер в нашем списке занимает вот такое механическое зарядное для телефона и других устройств. Идея данного устройства мне понравилась, а вот исполнение очень огорчило. Так как, чтобы действительно зарядить телефон хоть на 1%, понадобится куча времени. И последним в нашем списке пятым номером оказался небольшой набор походных наклеек. В комплекте 50 штук ярких, качественных наклеек на любой вкус. Да, пользы от них никакой, но глаз действительно радует. Даже находясь в городе, вы сможете наслаждаться атмосферой дикой природы. Пишите в комментариях, какой номер вам понравился больше всего. И ставьте лайк, если видео было действительно полезным. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Продолжение следует...